Департамент по лесным отношениям определил, кто представит республику на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный». Региональный этап конкурса прошел сегодня в пригороде Якутска. Репортаж Павла Танина. Лучшего лесного пожарного выбирали из 20 бойцов авиалесоохраны Якутлесресурса. Участников разделили на две группы со стажем работы менее и более трех лет. По федеральному положению о конкурсе, конкурсу на федеральный уровень допускаются только лица, имеющие стаж работы в лесном хозяйстве более трех лет. А у нас состав как раз получился 10 человек, которые до трех лет и 10 человек более трех лет. Победитель регионального этапа представит Якутию на всероссийском конкурсе и поборется на нем за главный приз – 300 тысяч рублей. Но перед этим нужно быстрее всех справиться с тремя испытаниями на родной земле. Первый этап состоит в теории. 30 вопросов теоретические. Это по охране труда, применение техники и оборудования на лесных пожарах, ну и оказание первой медицинской помощи. На теоретическую часть выделили 20 минут. Их хватило участникам, чтобы ответить на все вопросы теста. Впереди проверка физподготовки. 30 раз отжаться, пробежать 100 метровку с заполненным водой огнетушителем и на оставшиеся силы подтянуться 8 раз. Самым зрелищным стал последний этап – полоса препятствий. В нем также использовали ранцевый огнетушитель, который сначала необходимо заполнить водой у берега, пробежать с ним полосу, потушить условное возгорание и оставить ранец. На этом испытание не заканчивается. Пожарные продемонстрировали умение распиливать бревна, а в завершении полосы им нужно попасть из бронзбойда по бутылке воды. Помеху в этом деле создает ветер. По итогам соревнований быстрее всех заданиями справился представитель якутского отделения авиалесоохраны Никаноров Нюргун. Он и представит республику на всероссийском конкурсе. Павел Танин, НВК Саха, Якутск.